Добрый вечер, это программа Пульс дня в студии Артема Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Добрый вечер. Если они прибыли транзитом через другие страны, не попросив сначала убежища в этих государствах. Или если они не использовали законные пути для въезда в Соединенные Штаты. Министр национальной безопасности Алехандро Майорко заявил, что новые правила будут означать более суровые последствия для тех, кто нелегально пересекает границу. Если им не будет предоставлено убежище, то их могут депортировать и запретить въезд в Соединенные Штаты на пять лет. Я думаю, что мне не следует пересекать границу нелегально, потому что мы знаем, что за это есть наказание. Подождем еще немного, чтобы записаться на прием. Я буду пока работать в Мексике. Если что-то не получится, тогда не знаю. Я поговорил с более чем 60 венесуэльцами. Возможно, мы вернемся домой. А правозащитники уже подали иск на администрацию президента из-за ограничения предоставления убежища мигрантам. Сторонники иммиграции, представленной Американским Союзом Гражданских Свобод, подали иск за несколько минут до вступления в силу постановления, ограничивающего доступ к убежищу на американо-мексиканской границе. Новые меры предусматривают презумпцию невозможности предоставления убежища в случае незаконного пересечения границы США. В ходатайстве, поданном федеральному судье в Калифорнии, группы хотят повторно открыть существующий судебный процесс по поводу аналогичных ограничений, введенных экс-президентом Дональдом Трампом, и обновить дело, чтобы оно касалось нового постановления. Правозащитники настаивают, что поиск убежища в Америке – это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну. В марте минимум 39 человек погибли при пожаре в мексиканском центре размещения мигрантов в городе Сьюдат-Хуарес у границы Соединенных Штатов. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор сообщил, что группа мигрантов, содержащихся в центре, подожгла свои матрасы. Предполагается, что это было сделано в знак протеста против возможной депортации. Большинство жертв оказались гражданами Венесуэлы и Центральной Америки. После того, как истек срок действия иммиграционной политики времен пандемии COVID-19, число мигрантов, незаконно пересекающих границу Мексики и США, сократилось на 50%, заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Он сказал, что агенты пограничного патруля провели около 6300 задержаний нарушителей границы в пятницу и задержали 4200 нелегальных мигрантов в субботу, по сравнению с более чем 10 тысячами ежесуточных незаконных пересечений границы, фиксировавшихся незадолго до истечения срока действия ограничений на въезд, известных как раздел 42. Фактически за последние два дня пограничный патруль Соединенных Штатов наблюдал примерно на 50% меньше людей, пересекающих границу, по сравнению с цифрами ранее на прошлой неделе, до того, как в полночь четверга истек срок действия раздела 42. Фактически за последние годы Предупреждают, что Соединенные Штаты находятся на грани дефолта. Это может привести к тому, что страна столкнется с серьезными последствиями, включая рецессию, а мир, вероятно, ожидает глобальный финансовый кризис. Бюджетное управление Конгресса спрогнозировало, что страна может объявить дефолт по своим долгам к 15 июня, если законодатели не смогут договориться о сделке с Байденом о повышении текущих лимитов государственных расходов. Заместитель министра финансов Воли Адеема повторил призыв администрации к законодателям положить конец противостоянию и расширить полномочия правительства по заимствованию. Байден заявил, что хочет повышение потолка долга без всяких условий, но республиканцы настаивают на том, что расширение полномочий по заимствованиям сопровождалось существенными ограничениями бюджетных расходов. Долгожданный новый раунд переговоров о потолке долга между Байденом и лидерами республиканцев, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, был отложен до этой недели. Адеема признал, что конструктивные переговоры на уровне сотрудников администрации Конгресса продвигаются, но при этом он отверг утверждение республиканцев о том, что Байден не хочет сокращать федеральные расходы. В минувшие выходные президент приветствовал в Белом доме премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы подтвердить тесное партнерство между Соединенными Штатами и Испанией. Белый дом сообщил, что лидеры двух стран подчеркнули непоколебимую поддержку Украины в условиях жестокой войны России, в том числе через продолжающуюся помощь в сфере безопасности и экономики, гуманитарную помощь, а также с помощью мер, налагающих на Москву экономические издержки. Байден и Санчес также отметили недавнее подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Соединенными Штатами и Испанией, которое способствует присутствию дополнительных американских военных кораблей в водах Испании и усиливает коллективную безопасность НАТО. Глава Белого дома и его гость также обсудили текущие усилия по продвижению общих ценностей и международного порядка, основанного на правилах, в том числе в связи с предстоящим переходом к Испании председательства в Совете Европейского Союза в июле. Они обязались укрепить экономическое сотрудничество на американских континентах, в том числе через Межамериканский банк развития. Президент Байден также поблагодарил Испанию за недавно взятое ею обязательство расширить безопасные, гуманные и упорядоченные пути миграции для лиц из Латинской Америки. Вместе мы поддерживаем Украину, и я хочу поблагодарить вас за вашу значительную поддержку, это очень важно, а также за ваше лидерство и партнерство в решении этой проблемы. Кроме того, мы подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, и я ценю это. Мы благодарим вас за то, что вы позволили нам разместить два эсминца в Испании. Мы оба сталкиваемся с проблемами миграции в западном полушарии. Вы делаете отличную работу. Мы продолжим выпуск через несколько минут, сразу после рекламы на RTN.